всем привет у меня есть такая вот лабораторная спиртовая горелка обычно спиртов просто называется она предназначена для того чтобы работать на обычном спирту я хочу приспособить ее для того чтобы я мог на ней разогревать еду на природе например тушенку вот но если я ее просто буду использовать в таком вот обычном открытом виде да у меня плохую погоду ветреную есть огонь будет сдувать никакого эффекта я от этого не получу будет у меня все греться очень-очень долго чтобы этого избежать я решил изготовить ветрозащиту из обычной консервной банки я надел в ней отверстие для того чтобы воздух поступал и пока я не делал я подумал а почему почему бы мне не сделать из нее еще дополнительную щепочницу я ее смогу использовать и со спиртовкой и как самостоятельный агрегат так сказать приделал я к ней дверцу чтобы я мог уже процессе работы загружать туда дополнительные щепки веточки какие-нибудь там кору подкидывать да все что угодно чтобы я мог туда загружать вот приделал я к ней петлю у меня дома валялось несколько штук декоративных петел таких вот для шкатулочек вот я одну из них сюда приделал чтобы у меня не выдувал ничего лишнего вроде беспонтовая конструкция но она работает а как спиртовка ну вот это меня баночка для того что просто высоту там поднять спиртовка будет вот так у меня работа она устанавливается у меня на ту баночку сверху ставится тушенка и все у меня все прекрасно работает здесь у меня есть сверху зазор небольшой для того чтобы отработанные газы уже выходили было куда это уходить было куда тягу выводить но снизу воздух уже поступают сами видите когда вот у меня нет спирта обычного чистого я сегодня решил попробовать купить муравьиный спирт он 70 градусный хочу сейчас проверить будет меня работать или нет чтобы тогда когда я пошел на природу я не попал неудобную ситуацию когда у меня спирт есть спиртовка есть но этот спирт не подходит так как он не горит водка например 40 градусная она горит когда ее нагреешь ложки например чайные и нагреваешь потом поджигаешь она загорается а сейчас мы попробуем вот этот вот спирт муравьиной открыть и использовать спиртовки пахнет необычным спиртом ну вот заправил я спиртовку сейчас зажигаю посмотрим коптит не коптит домашних условиях конечно нежелательно все это делать но как я помню из курса химии надо будет ее просто вот так резко накрыть для того чтобы затушить надеюсь у меня все получится горит горит хорошо установил баночку принципе меня огонь устраивает в эту спиртовку уходит 100 миллиграмм вот этого спирта 100 миллиграмм один такой флакончик стоит 55 60 рублей сейчас я могу просто установить вот так тушенку смотрите не знаю видно вам или нет скорее всего нет под этим углом нормально все греется вообще прекрасно и смотрите копоти нет нет ни запаха неприятного я еще раз сейчас поставлю что постоял немножко посмотрели будет копоти или нет вот копоти нет нисколько а вот чуть-чуть видно да но это не суть потому что все равно это банк потом выкинуть эти не так сильно как от какой-нибудь там деревяшки так сказать тушится все легко доставать горячо все осталось не используется эту штуку по назначению на природе я вам на днях покажу как все это будет у меня выглядит уже походных условиях и света защиты такой самодельник потом смогу как щепчечно стоит попробовать ее как она будет себя вести правда нужно будет мне вот здесь вот сверху что-нибудь придумать что вот так вот ставить чтобы у меня тушенка банк туда не проваливалась напишите что вы думаете по этому поводу это опыт для меня 1 как быстро проговорит вообще эта банка будет ли она у меня полноценно нагревать и как быстро нагревать банку тушенки насколько будет хватать вот такого вот баллончик со спиртом 100 грамм хватит ли ее чтобы согреть банку тушенки ну еще и водичку например на чай подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии всем пока